В эфире программа День Города с вами Марина Комиссарова. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Доступная среда опять недоступна. Активисты ОНФ проверили доступность городской среды для инвалидов. Зарядка с чемпионом. Традиционное массовое спортивное мероприятие собрало больше трех тысяч студентов. На необычный и весьма грустный эксперимент решились рязанские активисты ОНФ. Уже во второй раз они вышли в рейд, итоги которого еще раз демонстрируют тот факт, что инвалиды это самые незащищенные представители населения. Маломобильные граждане, а именно колясочники, выходя из собственного дома, сталкиваются с проблемой еще больших ограничений. А между тем их выход в свет и без того непрост. Любовь Байшева – мама девочки, которую жизнь приковала к коляске. У ребенка сложное и редкое генетическое заболевание. Из-за него каждое неловкое движение может привести к тяжелым последствиям. Каждый выход из дома превращается в настоящее преодоление препятствий. Заехать нельзя, спуститься это очень тяжело. С учетом того, что мне одной приходится с ребенком сидеть, спускать ее и поднимать. Коляска весит порядка 50 килограмм, то есть еще ребенок. Вы можете понимать, что хрупкая девушка. Спустить такую массу без посторонних помощей невозможно. Мне приходится просить двоих взрослых, чтобы это можно было спустить и поднять. А если это будет уже инвалид-колясочник один, то он этого сделать не сможет. И хотя аптека, магазины, почта и детская поликлиника в шаговой доступности, бордюры, проезжая часть и даже сам выход из дома для женщины с коляской становится непреодолимой сложностью без помощи посторонних. У нас проблемы не только в поликлинике, у нас проблемы в почтах, у нас проблемы в аптеках, у нас проблемы вообще во всей инфраструктуре, которая вокруг нас живет. И я знаю, что это не только в московском районе, это во всех районах, во всех. Вы понимаете, вся проблема в том, что на нас не реагирует никто, ни администрация, ни прокуратура, как надзирательный орган. Не меняется ситуация просто. Просто одни отписки. Проводить эксперимент с дочерью Любови активисты не рискнули. Слишком большая опасность для ее здоровья. На помощь пришел Роман. Он каждый день сталкивается с такими же трудностями, что и мать ребенка-инвалида. Проделать путь от дома женщины до шестой поликлиники в московском районе – вот его задача. Проблемы начинаются уже у подъезда. Смотрите сюда, подойдите, сфотографируйте. Вот колеса, видите, колеса не проходят по этим рельсам. Это, как правильно назвали, просто железяки. Из-за высоких бордюров на улице Косачева, а это 25 сантиметров вместо 5 по нормативам, передвигаться приходится по проезжей части. Проще ехать по проезжей части, потому что тротуары у нас практически не делаются. Дороги более-менее за платки ставятся. Тротуары забывают про них. Поэтому проезжая часть – лучшая альтернатива. В продуктовый магазин или на почту зайти самостоятельно также не получится. Отсутствуют пандусы. После первого рейда в начале лета этого года у местной аптеки появилась кнопка, нажав которую колясочнику выйдет сотрудник и обслужит его. Но на практике получается, что кнопка сделана для галочки. Вот я человек на коляске подъехал, да, такой, бац, и все. Кнопка вон она, да, кнопка вон. А как я тогда подъеду к этой кнопке-то? Понимаете, бывают такие моменты, когда необходимо зайти в аптеку самой. А если ты подъезжаешь с ребенком, чтобы туда зайти, мне как бы предположительно необходимо ее оставить на улице. Это просто не вариант. Абсолютно. И вот вход в шестую детскую поликлинику. Он оборудован пандусом. Войти труда не составляет. Вот только это один из двух корпусов, где принимают узкие специалисты. Во втором здании принимают анализы, а также врачи широкого профиля. И здесь самостоятельный вход весьма затруднителен для человека в коляске. Просто упрешься и назад. Пытаясь сделать среду более доступной, инвалиды и родители детей-колясочников стучатся во все двери. В непростой жизненной ситуации находится Людмила. Она в одиночку воспитывает сына прикованного к коляске. Говорит, из дома старается с ребенком не выходить, потому что это опасно для его жизни. А установить пандус в доме старого жилого фонда не предоставляется возможным. Управляющая компания дает ответ, что это травмоопасно и мне, и ребенку, потому что получается угол у пандуса 30 градусов, а это не соответствует ни нормам, и травмоопасно. Установить небольшой пандус или самостоятельный выход девушка проживает на первом этаже. У нас высокий порог и дырка, поэтому я положила старый подоконник, чтобы нам хоть как-то можно было выезжать из подъезда. А также ремонт асфальтового покрытия. С такой просьбой Людмила обратилась в администрацию города. Ответ Надежды не оставляет. В благоустройство дворовой территории у дома 14, корпус 1 по улице Великаново в программу формирования современной городской среды до 2020 года не входило, так как в сроки приема заявки не поступало. Если проще, то ямы у Хабина во дворе. Женщина с ребенком-колясочником придется преодолевать еще долго. Приходится просить людей, чтобы они помогали мне. Ребенок уже взрослый, очень тяжелый. У меня одна не спрати, я живу одна. За доступность городской среды для инвалидов сегодня бьются активисты Всероссийского народного фронта. По результатам этого эксперимента они сделают отчет, который передадут в город администрацию. Изначально вот этот маршрут, который мы сейчас прошли, Любовь Николаевна с представителями прокуратуры, органов администрации, префектуры, они прошли еще в мае этого года. То есть у них срок для устранения вот этих недостатков был как минимум три месяца. Вот сезон строительный сейчас закончился, мы по его итогам прошлись по этому же маршруту. Итоги, я думаю, мы сейчас все видели какие. Поэтому будем надеяться, что к этой проблеме привлекут более внимательно и устранят, и решат. Стоит сказать, что программа уже сработала. В регионе адаптировано более 100 объектов социальной среды, свыше 80 образовательных учреждений. Но касается это относительно госорганизации. Большая часть объектов инфраструктуры для колясочников остается недоступной. Доехать из одного конца города в другой для жителей города не составляет труда. Но поселок Мехзаводской столкнулся с другой проблемой. Его жителям осталась только одна дорога, через которую можно попасть к своим домам. Это только вершина айсберга. Подробнее Валерий Седов. Американские горки добрались и до России. Теперь на автодорогах нашего региона. Только в поселке Мехзавода можно испытать небывалое ощущение, прокатившись сразу на нескольких спусках. Вся эта ситуация куда печальнее, чем может показаться на первый взгляд. Здесь один единственный и въезд, и выезд. Притом, и въезд, и выезд осуществляется через горку, которая зимой постоянно является гололедом. В поселке более 600 автомобилей, и все они ездят по одной единственной дороге, ширина которой около 4 метров. И если на дороге застрянет хоть одна, то путь к домам будет заблокирован. На этом спуске дети уже научились зарабатывать. Зимой они поливают дорогу водой, и спустя какое-то время за умеренную плату предлагают свою помощь водителям. Правда, порой такая шалость приводит к печальным последствиям. Водителям предстоит преодолеть крутой спуск, сразу за которым поворот в 90 градусов. За ним будет следующий спуск. Дальнобойщики, которые впервые оказались в нашем городе, могут свернуть в поселок. А выехать из него без посторонней помощи у водителей не получится. И получается, что года 2 или 3 назад так и случилось. Спустилась фура вниз, и практически ее вытаскивали целые сутки. Почему? Потому что обратно она выехать не может на подъем, и развернуться она тоже нигде не может. Площадок для разворота в обратном направлении здесь нет. Интернет-карты показывают, что к поселку Мехзавода ведут две дороги. В реальности же все выглядит куда хуже. Это колея, накатанная проезжающими машинами. Местные жители уже не раз предлагали проложить здесь асфальт. Вопрос перед администрацией города о том, чтобы сделать дорогу как бы кольцевую. То есть выезд с поселка Торфмаш через сады на Михайловское шоссе. Самый объективный, самый простой и удобный вариант, который не требует как бы и больших затрат. Поэтому, конечно, просьба от жильцов в том плане, чтобы продумать этот вопрос, чтобы посмотреть, возможно ли это предложение, и его осуществить. Вторая дорога, тем более прямая, сильно облегчит жизнь поселку. К тому же застрявшая машина не сможет заблокировать въезд и выезд. Но пока у жителей только один единственный путь, который больше напоминает настоящий аттракцион. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 6 сентября с 8 часов утра в Рязани перекрыта одна из полос движения транспорта на улице Новой в районе перекрестка с улицей Попова. Об этом сообщили на сайте администрации города. Движение перекрыто из-за ремонта теплотрассы. Вновь оно будет восстановлено в полночь 9 сентября. Из-за этого изменяются маршруты двух троллейбусов. В частности, троллейбус номер 2 из Дашково-Песочни ездит по Касимовскому шоссе, улицам Есенина и Ленина, а далее от остановки Дом художника по своему маршруту. Троллейбус номер 15 при движении со стороны Дашково-Песочни по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту и улице Дзержинского. Кроме того, во вторник, 5 сентября на улице Чкалова в Рязани провалился асфальт. В настоящее время в районе дома номер 9 ведутся работы по ликвидации последствий обрушения. В связи с этим временно изменился маршрут троллейбуса номер 2 и 5 и сообщает об этом сайт администрации города. При движении со стороны железнодорожного вокзала Рязань-2 троллейбусы этих маршрутов будут следовать по улице Дзержинского, улице Гагарина и улице Островского. Кроме того, в связи с указанными событиями движение в городе в среду было буквально парализовано. Собрались огромные пробки. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Михайловский, обслуживающий Захаровский район, совместно со специалистами подразделения по вопросам миграции в ходе обследования населенных пунктов района, выявили, что 47-летняя жительница села Поливаново фиктивно поставила на учет в своем доме 45-летнего гражданина Республики Узбекистан. В отношении хозяйки резинового дома возбуждено уголовное дело злоумышленнице грозит внушительный штраф. Региональные управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную поставку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно наказуемые деяния, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска или готовящихся к совершению теракта. Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02-102 для мобильных операторов связи или в управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18. К другим новостям. Леонид Якубович вновь посетил Рязань. На этот раз ведущий программы «Поле чудес» познакомился с одной из главных достопримечательностей города – усадьбы академика Ивана Павлова. Какие сюрпризы подготовили для него рязанцы, расскажет Галина Ершова. С песнями и плясками встретили ведущего программы «Поле чудес» в музее-усадьбе академика Павлова. Леониду Якубовичу провели экскурсию по дому ученого и угостили легендарными яблоками. Варенье и пироги по старинным рецептам пришлись по душе не только почетному гостю, но и его поклонникам. Леонида Аркадьевича быстро окружили фанаты. Каждый хотел сфотографироваться с кумиром и задать свои вопросы. Больше всего рязанцев интересовала внутренняя кухня любимой программы. Я их не вижу до начала никогда. Я не знаю, кто придет и что принесет. Поэтому сказать, сколько будет продолжаться запись программы, я не знаю. Два часа, три часа. Абсолютно отсебятина. Все 27 лет. Никаких сценариев не существовало никогда. Папку задания выносят за минуту до начала. Зрители уже сидят. Папки, фамилии, имя, отчество, откуда приехал. И задание на карточку. Все. Честный и откровенно шоумен ответил на все вопросы. Признался, что сейчас на запись каждой программы в редакцию поступает около полутора тысяч заявок. Правда, в начале двухтысячных эта цифра превышала 7 тысяч. Однако секрет, как войти в число счастливчиков, он так и не открыл. И пока одни участники мечтают блеснуть эрудицией на заветном поле, другие вдохновляются и узнают полезное у экранов телевизоров. Только позитивное, познавательное. Очень много узнаю. Очень много пробелов для себя делаю. То, что зря в школе много не учила. Вот через программу как-то все знания возобновляются. Не обошлась встреча и без стихов. Лидии Труниной 82 года. В юбилею любимой программы она написала трогательные строки. В трудах, в заботах и стремлении задать по кайверзни вопрос. Вы приводили в изумление своей работой на износ. Напомним, что Леонид Якубович путешествует по Рязанской области с июля. Он уже посетил фестиваль «Малина», побывал в Ряжском, Захаровском, Рыбновском, Скопинском и других районах. Однако не гостеприимство и даже не пейзажи Рязанской области покорили сердце Леонида Аркадьевича, а обычные улицы города. Потрясающе, феноменальная чистота на улицах. Везде, в городе, в деревнях, в селах. Просто хочется увидеть такую рубль где-нибудь. Нету. Я кашу, еду по дороге, кашу глазами на обочине чисто. Молодцы. Ребята просто произвели несказанное. Как сообщают СМИ, по итогам масштабной поездки по области Леонид Аркадьевич планирует написать книгу. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Самое масштабное событие из жизни студентов прошло в среду утром. На традиционную зарядку с чемпионом пришли около трех тысяч человек. Почти все они студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Зарядка с чемпионом началась с представления стран-участников. 53 национальности, десяток вузов и более трех тысяч человек встретились на стадионе «Спартак». В едином порыве молодые люди готовы доказать, что новое поколение умеет следить за своим здоровьем и ведет активный образ жизни. Пусть такая погода сегодня, но наше настроение будет сильнее и погоды всегда, и всех трудностей. И в этом мы с вами абсолютно едины. Ну что, мы начинаем! Студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова уже пять лет проводят общие зарядки. В этом году занятия физической культурой они посвятили Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Поддержать будущих чемпионов приехали губернатор Рязанской области Николай Любимов и известные спортсмены. Серебряный призер чемпионата Европы, чемпион России под дзюдо и самбо, мастер спорта международного класса Андрей Волков показал упражнения, которые сам делает каждое утро. Убор на правую ногу и на облоны, которые будут принесли. На разные ноги. Движения, в принципе, они простые, тем и важна зарядка, что она не занимает так много времени, но она нужна для здоровья любого человека. То, что у нас, вот мы живем 300 дней в году на сборах, у нас очень тяжелый график, и каждый день мы начинаем с нее на протяжении 37 минут, первое, чем мы занимаемся, мы делаем зарядку. Своими секретами со студентами поделились чемпионка мира под дзюдо Марина Воробьева и дзюдоист, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Михаил Пуляев, а также победитель первенства Европы среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ Олег Гусев. Все все делали, никого сложности не возникало, в общем, море позитивных эмоций, новые знакомства. Нам понравилось, очень приятно, особенно утром. Все очень классно, здорово, позитивно, жарко. Мы любим Рязгамуу и мы это доказываем. Это очень круто, это бешеный заряд, просто адреналина, драйва, это все. Когда ты не можешь стоять ни секунды на месте, тебе постоянно хочется вот так и вот так, и вообще это очень круто. После качественной разминки студенты и сотрудники сдавали нормативы ГТО. К юному поколению присоединился и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова, посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин. Его физической подготовке позавидовали многие молодые люди. Золотой значок – мечта, ради которой юноша и девушки готовы работать над собой. Восемь лаборантов и преподавателей, студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова смогли воплотить ее в жизнь. Те же, кому вершина еще не покорилась, готовы пробовать вновь, ведь теперь в их руках есть новое оружие – чемпионская зарядка. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». О творческих людях Рязани знают многие за пределами нашего города и России. Парикмахерское искусство – это то направление, которое также активно развивается в Рязанском регионе. Более одной трети всех бытовых услуг в области предоставляют именно парикмахеры, так что большое количество конкурсов, которые для них проводятся – это результат востребованности профессии. 8 сентября в Рязани состоится открытый конкурс по парикмахерскому искусству и декоративной косметике под названием «Путь к совершенству». Примут участие в нем новоиспеченные специалисты, выпускники и учащиеся колледжей и профильных заведений. Олеся Бородулина сейчас учится на третьем курсе Рязанского политехнического колледжа. В прошлом году также принимала участие в конкурсе, где заняла второе место в номинации «Прическа новобрачной». А сейчас работают над образом прически выпускницы, чтобы побороться за победу в номинации на предстоящем конкурсе. Делаю два хвостика. На этих хвостиках я делаю кудряшки, потом их растягиваю. Получаются такие волны красивые. Потом я делаю вот отсюда волну. Прическа становится объемной и элегантной благодаря секретам, освоить которые можно за три года обучения в этом колледже. В обстановке, напоминающей хороший парикмахерский салон, опытные наставники дают знания, благодаря которым от колледжа в этот раз выступят на конкурсе более десяти новоиспеченных специалистов в четырех номинациях. Но на самом деле на конкурсе, направлений в которых можно будет получить награды, будет больше. В нем примут участие также стилисты и визажисты. Мы продумали шесть номинаций для участников конкурсов. Это модная мужская салонная стрижка с элементами классики, модная женская салонная стрижка, полный модный мужской образ, полный модный женский образ, женская прическа для выпускного вечера, она очень актуальна для нашей молодежи, для выпускников и свадебный макияж. Для молодых специалистов участие в конкурсе может стать толчком для развития, подготовка, получения новых знаний, обмен опытом, знакомство с новыми направлениями, технологиями, которые ежегодно появляются в мире красоты. Все это необходимо для того, чтобы из рядового парикмахера превратиться в метро своего дела. Когда-то и Виктор Шарапов, который сейчас является президентом Рязанского регионального союза парикмахеров и косметологов, именно с призового места на подобном конкурсе начал свою карьеру. Поэтому сейчас для новых специалистов в нашем городе и проходят различные конкурсы. Такой опыт очень важен. Вообще практика им всегда нравится. Теоретический цикл, он всегда немного скучноват. На практике они всегда с удовольствием работают, ищут клиентов, приводят. Сейчас очень много социальных сетей, мастер-модель, группы. То есть как бы к нам даже с улицы люди некоторые приходят. Свежие мысли и новые идеи бурлят в умах молодых мастеров. По опыту прошлых лет стоит сказать, что на предстоящем конкурсе даже профессионалы парикмахерского искусства смогут что-то почерпнуть для себя. Новые веяния в индустрии красоты часто приходят именно от начинающих специалистов. То же самое касается визажа. Так что 8 сентября в досуговом комплексе Былина любой, кого интересует красота, начиная с 10 утра, может присоединиться к грандиозному событию, открывающему двери в большой мир парикмахерского искусства, визажа и стиля. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом все новости сегодняшнего дня. Всего доброго. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok